Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы представить вам ряд клинических случаев системного лекарственного лечения диссиминированного почечно-клеточного рака. У пациента 66 лет весной 2008 года была выявлена опухоль правой почки с распространением, с метастазами в легких, в печени. Была начата первая линия таргетной терапии ингибитором тирозинкиназа, сарафенипом. Однако в августе 2015 года отмечалось увеличение образования в легких. Было принято решение по месту жительства провести оперативное лечение, выполнить удаление первичной опухоли. Была выполнена правосторонняя нефректомия, гистологический светлоклеточный вариант опухоли почки. И был продолжен прием сарафенипа. Однако в декабре 2015 года повторно было подтверждено прогрессирование процесса, увеличение метастазов в легких практически в два раза. Пациент был включен в программу расширенного доступа к препарату Ниволумаб у нас в центре. И с февраля была начата терапия. Через 8 месяцев отмечался частичный регресс. Однако были выявлены осложнения иммунопосредованной в виде пневмонита. Клинические жалобы пациент не предъявлял. Осложнение было выявлено при контрольном обследовании. Была начата терапия преднизолоном в дозе 1 мг на килограмм. Такая дозировка была выбрана сознательно, учитывая отсутствие клинических данных иммунопосредованного желательного явления. Также у пациента была сопутствующая патология, артериальная гипертензия. У пациента отмечался эффект рентгенологический. Дозировка снижалась в течение 4 недель. И в середине ноября 2016 года терапия Ниволумаба была продолжена. В апреле 2017 года при контрольном обследовании был выявлен полный регресс образования в легких и лимфатических узлах средостения. Через пару месяцев у пациента появились жалобы на конъюнктивит, не поддающийся купированию на фоне проводимой симптоматической терапии. Осложнение значительно ухудшало качество его жизни. И было принято решение проводить терапию преднизолоном в минимальной дозировке 0,5 мг на килограмм. В течение 14 дней потом доза преднизолона снижалась. Также местно проводилась терапия кортикостероидами. Антигистаминная терапия и нежелательные явления в течение месяца разрешились. На сегодняшний день было выполнено 35 введений Ниволумаба. Продолжительность терапии более полутора лет. И по данным контрольного обследования последнего с конца августа этого года сохраняется полный регресс метастазов в легких и в печени. Пациент себя сейчас чувствует хорошо, удовлетворительно. Следующий пациент 67 лет. В феврале 2015 года была выявлена опухоль левой почки с распространением в легких, в лимфатических узлах, внутригрудных, чревных, в печени, надпочечниках. Была начата терапия серафенибом в качестве первой линии с эффектом в виде уменьшения образований в легких. Далее проведено было оперативное лечение, левосторонняя нефроадреналоктомия. Гистологически еще раз подтвержден вариант светлоклеточный почечноклечный рак. Терапия серафенибом была продолжена и в течение 10 месяцев отмечался эффект терапии стабилизации. Однако в мае 2016 года было выявлено прогрессирование процесса как в виде увеличения заброшенных лимфатических узлов, так и появление нового метастаза в правопоясничной мышце. Также у пациента отмечался болевой синдром первой степени. С августа 2016 года была начата терапия неволумабом, также в рамках программы расширенного доступа, проводившегося в нашем центре. У пациента к декабрю 2016 года и далее еще при контрольном обследовании через 3 месяца отмечался эффект терапии в виде уменьшения образований в легких и заброшенных лимфатических узлах. Из нежелательных явлений весной 2017 года был выявлен кондиционер, нюктивит второй степени. Проводилась симптоматическая терапия с эффектом сдерживания, однако оккупирование нежелательного явления не отмечалось. Через месяц пациент начал предъявлять жалобы на ощущение сгущения слюны, появление стоматита, гласита второй-третьей степени. Также качество жизни пациента страдало от таких иммунопосредственных нежелательных явлений. И была начата терапия преднизолоном в дозе 1 мг на килограмм, также с последующим медленным снижением дозы в течение месяца. С мая терапия неволумабом была продолжена, и на фоне снижения дозы преднизолона иммунопосредственные нежелательные явления были полностью оккупированы к июню 2017 года. И на данном слайде я представляю картину с начала лечения в виде сохранения частичного эгресса с продолжающимся уменьшением и исчезновением некоторых очагов легких. На сегодня было выполнено 26 введений неволумаба в течение 1 года лечения, и сохраняется картина частичного эгресса. Иммунопосредственное явление в виде стоматита и гласита сейчас в первой степени, но практически разрешилось, но не влияет на качество жизни пациента. Спасибо. Спасибо. В принципе, здесь, чтобы мы хотели отметить... Вопросы, извините, есть из зала у коллег? Что мы бы хотели отметить как клиницисты, ведущие этих пациентов, что те осложнения, которые описаны для неволумаба в частности, и редкие осложнения стороны мышечной ткани в виде такого явления медленного миозита, скованности мышц, каких-то болевых ощущений, миалгий, со стороны суставов, особенно мелких суставов кисти, скованных суставов, отёк суставов, ну, в виде такого минимального артерита. Явление конъюнктивита, явление стоматита мы практически не наблюдали при лечении, например, больных раком лёгкого и меланомой, да, то есть это крайне редко. А вот для больных раком почки у них практически не бывает диарея, вот у нас, кстати, у больных ни разу не было. Здесь виничная картина пульмонита, и очень такие вот именно редкие осложнения, Но почему-то именно у этих пациентов они как-то концентрируются. Поэтому нам даже сначала не можем отреагировать. Мы, конечно, понимаем, что в первую очередь нам нужно заключить иммунопосредованный характер этих осложнений. Но мы, в принципе, удивляемся, что, оказывается, эти осложнения есть, и мы их все-таки фиксируем. Что на самом деле нужно о них помнить. Что это не просто банальный блефорит инфекционный или вирусный, а в первую очередь это блефорит, который купируется назначением плеонизолона. То есть, в принципе, это такое классическое иммунопосредованное осложнение, которое требует именно специфической коллекции с помощью высоких доз кортикостероидов. Вот мы заметили, мне кажется, именно у этой категории пациентов, у больных, именно раком почвы. Может, такое субъективное ощущение, но нужно помнить о том, что весь спектр осложнений, который есть, он может совершенно для нас неожиданно появиться. То есть, это 0,02% чего-либо, они могут быть именно в вашем центре, именно среди ваших пациентов. Большое спасибо, очень интересные случаи. Скажите, пожалуйста, у вас контрольные исследования только по КТ проводились, и это единственный очаг, который вы показали, в котором отмечается частичная регрессия опухоли? Нет, там также отмечаются очаги в печени, они также стабильны, просто это картинка. Я спрашиваю про легкое пока только. А, про легкое. Скажите, ПЭТ вы не проводили или нет? ПЭТ мы не проводили, оценка проводилась только путем компьютерной томографии. Ну, вот по мне, мне кажется, что там полная регрессия очага, потому что, видите, какое дело. Там полная регрессия. Есть предсказательная точность положительного ответа при раке легкого и при метастазах легкого, если используется только КТ, меньше 50%, что-то порядка 20-30%. Поэтому вот жизнь показывает, что у вас, скорее всего, полная регрессия этого очага. Ну, про печень уж. Я бы хотела добавить, что у нас в центре пациенты, получавшие лечение невулмабом при почечнокреченном раке, конечно, у этих пациентов спектр токсичности был абсолютно управляемым. И сама ожидаемость того эффекта, которого мы можем достичь на фоне этой терапии, она стоит того, чтобы даже выраженные явления, как пневмонит у пациента, проводить соответствующую терапию при применении соответствующих алгоритмов и продолжать лечение. Потому что, конечно, ожидаемый эффект у таких пациентов высок. Спасибо.